Правительство региона намерено поддержать лесопромышленные компании Края, которые в свою очередь помогают местному населению и своим наемным работникам. Социальная ответственность предприятий — это и обучение молодых специалистов, и достойная зарплата, и условия для жизни в поселках Края, и даже льготное обеспечение ветеранов дровами. О трудностях в лесопромышленной отрасли и мерах ее поддержки расскажет Наталья Чернышева. Больше 10 лет предприятие «Логистик лес», которое занимается деревообработкой, обеспечивает дровами жителей поселка Березовый. Этой зимой многодетным семьям, одиноким мамам и ветеранам бесплатно привезли порядка 1300 кубометров топлива. Отапливаемся, привозят всегда по очереди, звоним, устанавливают нам очередь и потихоньку всем по поселку привозят. Все вот мои соседи также топились. Для более чем 120 поселков Края лесопромышленные предприятия зачастую являются единственным работодателем. Они сотрудничают с администрацией поселений, обучают кадры и растят молодых специалистов. Мало того, что мы выращиваем своих специалистов, руководство помогает с обучением, оплачивает обучение людям, но, конечно же, с условием, чтобы они потом у нас работали. Но никто не обязывает там, не привязывает на 5 лет дата отработки. В лесопромышленной отрасли Края трудится около 15,5 тысяч человек. Порядка 300 предприятий занимаются обработкой древесины. Примерно треть из них испытывают трудности с сырьем. Этот вопрос взял на контроль в Рио губернатора Михаил Дегтярев. Сухих пиломатериалов мы сегодня могли бы производить, оборудование позволяет больше 150 тысяч кубометров в год, но, к сожалению, из-за дефицита сырья, которого у нас сегодня не хватает, в мощности загружено где-то на 65%. В Солнечном муниципальном районе в ближайшее время будет проведен конкурс на право заключения договора ренды лесного участка, который, по нашему мнению, позволит, во-первых, решить саму проблему обеспечения мощностей сырьем, во-вторых, создав дополнительные рабочие места с достойным уровнем заработной платы, ну и, конечно, должен увеличить налоговлагаемую базу. Кроме того, в правительстве региона готовы подставить деревообработчикам финансовое плечо, обеспечить льготный займ под 1% годовых. Сейчас рассматривают возможность об использовании данного механизма порядка 22 предприятий. Запланирована сумма привлечения инвестиций порядка 3 миллиардов рублей. И в случае, скажем так, привлечения данных инвестиций предприятиям запланировано создать более тысячи рабочих мест. Наталья Чернышева и Степан Крокус. Смотри Хабаровск.